С новой реальностью сегодня придется столкнуться тем, кто бежит из Африки и Ближнего Востока в Европу через венгерские территории. Вступают в силу принятые Будапештом законы о беженцах и о границе, которые гласят, те, кто незаконно пересекут рубежи страны, получат не скорейшую доставку в Австрию, а три года тюрьмы. Теперь у полиции есть полное право не просто задерживать нелегалов, а еще и депортировать их. Например, в соседнюю Сербию, если выяснится, что прибывший оттуда не запросил там убежище. Параллельно с юридическими барьерами растут и самые настоящие из колючей проволоки и военных кордонов. Границы ЕС закрываются, но остановит ли это людской поток вопрос открытый. С венгерских рубежей наш СУКОР Дмитрий Сошин. Они шагали по шпалам до позднего вечера, пытаясь успеть, пока военные не достроили на границе забор из колючей проволоки и мобильной КПП. По этим рельсам возле деревни Резки за полтора месяца в Венгрию пришли десятки тысяч беженцев. В понедельник патрули стали останавливать всех прибывающих и отправлять их во временный лагерь. Слава Богу! Мы так боялись дороги через Венгрию, и мы так благодарны венгерской полиции за то, что нас посадили на поезд и перевезли сюда, подальше от границы. Скорее всего, этому сирийцу сегодня не дадут поехать в Австрию. Без регистрации из лагеря уже не отпустят. До наступления темноты забор с колючей проволокой был готов, и полиция стала сгонять с путей не только беженцев, но и тех, кто пришел им помочь. За что? Я просто сидел на рельсах. Вы же знаете, поезда здесь не ходят. Я просто сидел, ждал беженцев, хотел их угостить водой. Видимо, узнав о том, что венгерская граница перестала быть прозрачной, новые беженцы в какой-то момент исчезли. И, наконец, к месту, где рельсы пересекают границу, подогнали большой товарный вагон. С сербской стороны его несколько раз обмотали колючей проволокой. Вокруг разбили лагерь военная и венгерская полиция. Венгры запечатали границу большим железнодорожным вагоном. Но эту массивную стальную пробку мигранты не будут вышибать. Граница большая, лазейок много, можно подлезть под проволокой или перерезать ее. Но премьер-министр Венгрии уверяет, что свободный транзит закрыт. И чтобы попасть в Австрию и Германию, им теперь необходимо зарегистрироваться в одном из восьми пограничных лагерей. Тем, кто откажется и захочет прорвать заграждение, угрожает тюрьма. Но даже законопослушным мигрантам дальнейший путь на Запад не гарантирован. Мы спросим у них, подавали ли они документы на статус беженца в Сербии. Если нет, а ведь Сербия безопасная страна, они и у нас убежище не получат. Если раньше Венгрию ругали за излишнюю жесткость, то теперь критика со стороны западных соседей поутихла. Ведь австрийцы и немцы сами ввели контроль на границах. По словам Виктора Орбана, массовая миграция через Венгрию обойдется государственной казне в 200 миллионов евро. Учитывая, что у богатых соседей ресурсы тоже на пределе, помощи Будапешту просить не у кого. Международные организации и благотворители не стали уезжать после того, как граница длиною в 177 километров оказалась на замке. Этого гуманитарного кризиса можно было избежать. Я считаю, что это результат неправильных действий властей. И мы, конечно, должны ждать и следить за тем, чтобы этот локальный гуманитарный кризис на границе не перерос в катастрофу. Глава венгерского правительства и его критики в Брюсселе вряд ли верят в то, что сегодня мигранты будут терпеливо выстаивать очереди за временными документами и неделями дожидаться своей судьбы. Люди в холодных палатках думают об альтернативных путях. Те, кто не успели перейти границу и остались в Сербии, после всех испытаний не вернутся домой. Тем более, что Единая Европа растерялась и дала им шанс.